Чудовищный пожар на газопроводе в Москве лишь по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв. Однако эксперты уверены, что эта катастрофа была прогнозируемой и может повториться в будущем. Как рассказал Инфоксу руководитель центра «Диггерспас» Вадим Михайлов, в месте аварии труба провисла, произошел разрыв стенки и в дальнейшем взрыв. Дочек таких соединений много. Главные магистрали лежат практически везде. Я могу назвать хотя бы садовое кольцо. По сути, мы ходим по большим бомбам. По мнению столичных властей, причиной взрыва стала неправильная сварка трубы еще в советское время. Газопровод был заложен в 1976 году. Возможно, произошел скачок давления и трубу просто прорвало. Профессор Адольф Мишуев объяснил механизм возникновения ЧП. Давление там 12 атмосфер. Это означает, что на каждый квадратный метр площади нагрузка порядка была до 200 тонн. Книзу, как поршень, вот этот газовый. А что ему мешает? Мешает столб грунта порядка 3,5 метров. Вес ее всего порядка 20 тонн. И вот эти 200 тонн сила, направленная вверх, толкает вот эту массу. Впрочем, очевидцы утверждают, что характер воронки очень напоминает повреждения при взрыве газопровода в 2000 году в районе 1-го Сетуньского проезда в Москве. Тогда тоже утверждалось, что авария была техногенной. Но позднее выяснилось, что магистраль взорвали националисты. По данным информагентства, оперативники МВД и ФСБ уже начали поиск людей, возможно, причастных к повреждению газопровода. Андрей Курочкин, Артур Глушков, Инфокс.